И давайте вспомним, этот геометрический многочлен уже не с потолка взялся, он что делает, для чего он нам нужен. У нас с вами была функция такая, вот такая была функция преодическая. Вот, например, GD взяли, дальше пошли такие условия, чтобы преодичность была. Вот там здесь 0, здесь 1, здесь A, здесь B. Сюда мы сделали конструкцию. И наш геометрический многочлен, вот что делает? Он эту функцию приближает, правда? Но если он приближает хорошо эту функцию, значит площадь по графику вот этого, такого многочленного геометрического, она что? Она должна быть почти такой же, как и больше чего, по графику исходной функции, правильно? Но они отличаются плюс-минус эписи. Так? Значит, получается так, что A0, значит, если D ε приближает функцию F, то A0 приближает площадь Sf, площадь по графику F. Вот эта функция. Почему так происходит? Потому что вот это все вместе должно приближать площадь по графику. Правда? Но добавок с синусами к космосу, он никакой площади приближать не может, просто что у него площадь всегда 0. Как бы мы эти площадь с синусами где-то совали, площадь по графику функции, которая получается, она 0. Значит, получается так, что вот эта A0 приближает площадь под графиком вот этой функции. А какая площадь под графиком вот этой функции? Сколько она примерно? Ну, сколько? Если же трапеция, ее верхняя основа нет, B-1. Нижняя основа нет, сколько? B-A плюс 2D суммы. Значит, высота в единичку. Значит, чему равна площадь под трапецией? Надо сложить их, чтобы надо. B-A плюс D, правильно? А какая площадь под вписанной трапецией, когда мы на дельта отступали? B-A плюс B. Значит, получается дело с удовольствием вот так. Если мы теперь ЖД приблизим к геометрическим многочленам, так, то смотрите, что произойдет. Значит, у нас с вами с точки зрения площади по графику получится следующее. У ЖД, площадь под трапиком, это при маленьких дельтах почти B-A. Так? Значит, когда я буду приближать ЖД вот таким выражением, вот этот коэффициент будет примерно что? B-A. То же самое относится к приближению H-дельта. Если я H-дельта приближаю к геометрическим многочленам, то вот это слагаемое, это примерно B-A. Значит, получается какой же из этого всего вывод? Смотрите. Вывод называется критерий B. Пусть X-N это какая-то последовательность. Последовательность элементов отрезков B-A. Если 1 разделить на N, сумма по K от единицы до N, или по N, по N, по N, косинус 2P, M-X-N, и 1 разделить на N, сумма по N от единицы до N, синус 2P, M-X-N. Если это все стремится к нему, когда N стремится к бесконечности. Для всякого R-M отличного определя, то последовательность X-N равномерно распределена на отрезков B-A. То есть для нее выполнено вот это самое свойство, что частота попадания в отрезок – это длина этого отрезка. Как этот критерий Weller доказывается? Мы с вами все этапы доказательств, на самом деле, уже сделали. Нам осталось всю эту конструкцию соединить вместе. Давайте ее соединим, и заодно увидим, что то, что мы сделали – это действительно доказательство того, что это верное утверждение. То есть критерий вообще предполагает, что и тогда, и только тогда. Я сфобулировал его не как критерий, а как достаточно условие. Но это связано с тем, что мы, так сказать, не будем это все прямо делать. Вообще-то критерий звучит так, что это тогда, и только тогда происходит. Но мы с вами докажем только вот если так, то это равномерно распределем. А потом применим последовательность другого частей акции и получим, что мы нашу исходную задачу решили. И знаете, как происходит доказательство. Ну вот, его такое дело, и теперь давайте соберем все убедить. Мы хотим доказать, что вот такая сумма, отнесенная к L, стремится к B-A. Вот это наша цель. Так? Что мы делаем? Мы берем вот эту сумму. Заживаем двумя поможениями. Такого вида. Значит, здесь G-дельта от х1 плюс G-дельта от х1. Разделить на это. Это вот мы строим эти срокафабельные ступеньки над индикатором. А здесь она вот накрывает эти срокафабельные вот этим индикатором. Значит, G-дельта от х1 плюс так далее плюс H-дельта от х1. Разделить на это. Теперь что мы знаем? Эти G-дельта хорошие функции. Их можно приблизить к тригонометрическим многочленам. Значит, мы берем и H-дельт G-дельта приближаем к тригонометрическим многочленам. И другой. Находим к геометрическим многочленам. Т-сволной ε. Который оценивает снизу H-дельт. Ну, опять же, с запасом ε. То есть мы подходим к H-дельту и G-дельтам близко к двумя геометрическим выражениям. Таким сквозьми совместимость. Теперь смотрите, что происходит. Мы так подходим. Тогда мы исходное выражение можем зажать между выражениями геометрических многочленов. А именно получается, что вот эта исходная сумма индикаторов, отнесенная в n, она больше либо равна, чем t с волной ε от x1, плюс так далее, плюс t с волной ε от x5 разделить на n. Но только может быть, отсюда надо еще вычесть ε. И с каждым надо было, возможно, вычесть ε, чтобы получилось меньше. Но поскольку их n штук и 9 цена, то просто вычесть ε. Здесь, с другой стороны, то же самое получается. Выдумав прием, d ε от x1. Оно близко подошло к j. Значит, я могу заменить сумму того, что написано с j, но на сумму того, что написано с d ε. И опять же, это можно сделать, возможно, если придется добавить ε. чтобы точно не было. А теперь смотрите. Так себя ведут вот эти поражения, когда n стремится бесконечно. Но что такое dx? Это фиксированную сумму, 8 и sin, правда? И еще такого, из славутого, значит, слагаемого вида a0. Так? Значит, давайте посмотрим, как устроена вот, например, вот эта поражение с d ε. Значит, вот мы взяли d ε от x. Это a0 плюс сумма по k от единиц до k от большого. Их конечное число фиксируем. aKt в ось русской 2π, kx плюс bKt в синус 2π, kx. А теперь, что такое d ε от x1 плюс так далее, плюс d ε от x1, деленное на n. Это надо подставить вот сюда. Вместо xx1, вместо xx2, x3 и так далее. И сложить. Это с ногами сколько раз сложится? n раз. И поделится на n, правда? Значит, это будет a0. А здесь будет стоять что? Сумма для каждого такого куисуса и сумма для каждого такого синуса. То есть здесь будет стоять сумму k от единицы до k большого. aKt. А вот здесь, давайте вот здесь нарисуем звездочка, я ее сейчас перепишу. Плюс bKt на снижение. Значит, что такое звездочка, что такое снижение? Звездочка – это вот такое выражение. cos2πkxn. Что такое снижение? Это 1 на n сумма по n единицы до n большого, sin2πkxn. А что нам сказано в условии вот этого выражения в n? Нам сказано, что вот эти выражения стремятся к чему, когда n большого? В 0. Значит, когда я начинаю увеличивать н, вот эти выражения стремятся к нулю. И значит, что здесь остается справа? Только a0. А что такое а0? Мы смотрели, это почти b-a. А от чего это почти зависит? От того, насколько точно я приблизил депсилон, вот эту функцию уже депсилон, да? Этенон насколько маленькая депсилон. Потому что площадь под график уже депсилон – это что такое? b-a плюс депсилон. Понятно? Значит, когда я теперь начну депсилон приближать, то есть функция приближается к индикаторам, епсилон буду брать все более и более маленький, то с этой стороны будет получаться как раз b-a. Понятно? Теперь то же самое происходит с той стороны, где стоят депсилон, где стоят депсилон с волком. Опять же, без вкладов остается только что? Слагаемое а0. А остальное всего условие стремится к чему? К нулю. И получается, что когда b стремится в бесконечность, действительно вот эта сумма депсилон, отнесенная к n, то есть число попадания в отрезы к b, отнесенное к количеству приметов, да? Оно приближается к чему? В длине этого промежутка повеса. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее.